Во-первых, вырастает минимальный размер штрафа. Про 100 рублей можно забыть. Теперь за нарушение правила дорожного движения придется отдать не меньше 500. В основном взросли штрафы за то, что чаще всего нарушается. Так, за нежелание пропускать пешехода придется отдать 1500 рублей. Не пристегнув с ремнем безопасности, плати 1000. Перевозишь ребенка без удерживающего устройства, готовь 3000. Полностью пересмотрена система штрафов за превышение скоростного режима. Часть первая, статья 12.9 Кообразовской Федерации, превышение скорости ограничения до 20 км в час у нас с 1 сентября отменять. 12.9, часть вторая, превышение скорости от 20 до 40 км в час, это у нас будет штраф 500 рублей штраф. От 40 км в час до 60 км в час ранее предусмотрен был штраф от 1000 до 1,5. С 1 сентября будет от 1000 до 1,5. При повторном полонарушении получается от 2000 до 2500 рублей. Ранее было 12.9, часть 4, превышение скорости более 60 км в час. Она сейчас 1 сентября будет гласить так, от 60 км в час до 80 км в час. Вокруг Нефтекамска достаточно много железнодорожных путей. Хотя используются они и редко, но знак «Стоп» движение без остановки запрещено есть. Вот только останавливаться водителя забывают. Теперь штраф за это нарушение увеличили в 10 раз. Правила проезда через железнодорожные переезды. Раньше это был один ценой штраф 100 рублей. То есть это у нас в городе имеется железнодорожные переезды. Это в Асильмаши, в промзоне, имеется в Агиделе. То есть у нас стоит знак «Стоп». Движение без остановки запрещено. Некоторые водители-любители без остановки проезжают, рискуя своей жизнодорожью пассажиров не обращать внимания на дорожный знак и проезжают без остановки. А сейчас за данное нарушение будет административный штраф в 1000 рублей, не 100 рублей. На радость многим промилле вернули. Допустимая норма – 16 сотых. Но стоит ее превысить, как тебя не только лишат права управлять автомобилем сроком до двух лет, так еще и оштрафуют на 30 тысяч. Попадешься еще раз пьяным за рулем в течение года – отдашь 50 тысяч. Введено новое понятие – повторное нарушение. Касается оно не только пьянства. То есть если водитель лишил права управления транспортным средством и управлять транспортным средством, то после лишения исполнения наказания, получил водитель в течение года, если он будет нарушать, это считается повторным нарушением. Самый же дорогостоящий пункт новых правил касается не автолюбителей, а дорожных служб. Если в случае ДТП водитель докажет, что авария произошла, например, из-за ямы, то организацию, ответственную за этот участок дороги, оштрафуют на 300 тысяч рублей. Наталья Бурова, Елена Белова, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова